1.38, Матфея 11.25 В то время, продолжая речь, Иисус сказал, «Славлю Тебя, Отче, Господи неба и земли, что Ты утаился и от мудрых и разумных, и открыл то младенцам, и ей, Отче, ибо таково было Твое благоволение». Смотри, сколько употребляет Он средств для того, чтобы возбудить в иудеях веру. Он, во-первых, побуждает их к ней похвалами Иоанну, изобразив Его великим и достойным удивлением, представляет достоверным и все то, чем он привлекал своих учеников к познанию Господа. Во-вторых, словами, что Царство и Небесное восхищают прилагающие усилия, так свойственно говорить по нуждающему и возбуждающему. В-третьих, уверением, что все предсказания пророков исполнились. Отсюда становилось ясным, что пророки предразвещали о Нем. В-четвертых, уверением, что все то совершилось, чему совершиться от Него надлежало, для чего предложил им и притчу о детях. В-пятых, тем, что порицал неверующих, поражал их страхом и великими угрозами. В-шестых, тем, что благодарил за веровавших. Слово исповедаться здесь значит «благодарю». «Благодарю», — говорил он, что утаил это от мудрых и разумных. Что же? Уже ли он радуется о погибели и о том, что они этого не узнали? Никак! Но наилучший путь спасения состоит в том, чтобы презирающих предлагаемое учение и не хотящих принимать его, не принуждать, чтобы, если они через призывание не оказывались лучшими, но отпали и презрели его, самым их отвержением возбудить в них больше расположения к слову. Через это и внимающие должны были сделать все тщательнее. Откровение и истин одним должно производить в них радость. Напротив, сокрытие их от других должно произвести в последних не радость, но плач. Так он и поступает, когда плачет о граде. И так, не беги, чьей бы то ни было радуется, но тому, что утаенные от премудрых и разумных познали младенца. Подобным образом и Павел, когда говорил «благодарю Бога», что бывшие рабами греху, стали послушны от сердца и предались тому учению, образ которого видели в нас. Не тому радуется, что они были рабами греху, но тому, что они, будучи таковыми, сподобились таких благ. Премудрыми же Господь именует здесь книжников и фарисеев и говорит это для того, чтобы учеников своих сделать более усердными и вместе показать этим премудрым, сколь великих рыбаки удостоились благ, которых все они лишились. Называя же их мудрыми, говорит не о мудрости истинной и достохвальной, но о той, которую они приписывали своим силам. Поэтому и не говорит «открыл безумным», но младенцам, то есть непритворным, простым, и показывает, что фарисеи не получили этих благ не потому только, что не были того достойны, но и лишились их по самой справедливости. А всем этим научает он нас убегать гордости и ревновать о простоте. Поэтому Павел, говоря о том же, пишет подробнее так. «Если кто думает из вас быть мудрым в мире всем, да будет безумным, чтобы быть мудрым». Так раскрывается благодать Божия. Но почему же он благодарит Отца, когда он сам это сотворил? Как он молится и ходатайся за нас перед Богом, показывает им многую любовь к нам в ином месте. Так поступает и здесь. Это исповедание исполнено великой его любви. Этим показывает он и то, что фарисеи не от него только отпали, но и от Отца. Так он сам наперед исполнил самым делом то, что сказал ученикам. «Не бросайте святыни вашей перед псами». Дальше он показывает вышесказанными словами и свою первоначальную волю и волю Отца. Свою, когда благодарит и радуется совершившимся волю Отца, когда показывает, что Отец это сделал не потому, чтобы был умолен, но потому, что сам по себе восхотел. Ибо так, говорит, угодно было тебе. То есть так тебе угодно. А почему от них утаил? Послушай, что говорит на этой Павел. «Ибо ища, желая поставить правду свою над правдой Божией, они не пренавались в правде Божией». Итак, подумай, каковым надлежало быть ученикам, слышавшим это, когда они узнали то, чего не знали мудрые, узнали по откровению Божией, будучи еще младенцами. Лука повествует, что Иисус возрадовался и сказал означенные слова в тот самый час, когда семьдесят учеников пришедших возвещали о повиновении бесов. А это самое делало их не только ревностнейшими, но и располагало к большему смирению. Так как они могли удобно спасть высокомудрые из-за того, что изгоняют бесов, то он тут же их и располагает к смирению, указывая на то, что победа их над бесами были следствием не собственного их тщания, а действием откровения. Так и книжники и премудрые сами себя почитающие разумными отпали по причине своей гордости. Итак, если по этой причине сокрыто от них то, что открыто младенцам, то и вы, говорит, бойтесь и пребудьте младенцами, потому что как младенческое состояние соделало вас достойными откровениями, так противное состояние лишило их последнего. Слова утаил не означает того, что Бог был причиной всего, но подобно тому, как Павел говорит, что и предал их Бог превратному уму и ослепил помышления их не в том смысле, говорит это, будто Бог производит такие действия, а относит это к людям, подающим к тому причину. В таком же точно смысле и здесь Христос, говорит, утаил. Далее, чтобы ты не подумал, что когда Господь говорил «Славлю тебя, Боже», что открыл то младенцам, сам по себе не имел той же силы и не мог совершить того же. Так благодарить, говоря. Стих 27. «Все предано мне Отцом Моим, и никто не знает сына, кроме Отца». И Отца не знает никто, кроме сына. И кому сын хочет открыть. И тем, которые радуются, что им повинуются бесы, и говорят, чему вы удивляетесь, что бесы вам повинуются. «Моя суть вся». «Все мне предано». Когда же слышишь «предано», не предполагай тут ничего человеческого. Это выражение не должно вести тебя к той мысли, будто два Бога нерожденных. От что он родил, и вместе есть владыка всего, родился, это видно из других многих мест. Далее он предлагает нечто еще более важное, и тем направляет твое разумение. И никто не знает сына, кроме Отца. И Отца никто не знает, кроме сына. Не знающим кажется, что эти слова не зависят от предыдущих, между тем, как они стоят с ними в тесной связи, сказавши «все мне предано Отцом Моим». Господь дает разуметь эти слова, говоря, чему тут дивиться, что я владыка всего, когда я имею нечто большее. Я знаю Отца, единосущен Ему. И на это последнее указывает Он, прикровенно говоря, что Он один так Его знает. Потому что слова «никто не знает Отца, только Сын» это и означает. И заметь, когда Он говорит это апостолам, тогда, когда они получили доказательства силы Его, и самых дел, когда они чудодействующим Его только видели, но и сами во имя Его могли производить такие чудеса. Далее, так как Он сказал раньше, открыл это младенцам, разумеется, то показывает, что и это и Божье дело. И Отца никто не знает, говорит Он, кроме Сына. И кому Сын хочет открыть? Не сказано, кому заповедует, или кому повелевает, но кому хочет. Сын же, открывая Отца, открывает и себя. Но это последнее, как известно, и всем оставляет, а первое предлагает подробнее. И везде так же поступает, когда, например, говорит, «никто не может прийти к Отцу, только через Меня». Этими словами Он научает и другому, именно объясняет, что Он во всем согласен и единомыслен с Отцом. Не только я, говорит Он, не противлюсь и не враждую против Него, но никому невозможно и прийти к Нему, как только через Меня. Так как фарисеев вводило в соблазн, в особенности то, что он казался им противником Бога, то он всеми мерами опровергает эту мысль и старается об этом не менее, чем и о знамениях, или еще и гораздо более. Когда же говорит, и Отца никто не знает, кроме Сына, не то разумеет, что все Его не познали, но что никто не имеет об Отце такого знания, какой имеет о нем Сын. То же можно сказать и о Сыне. Равным образом Он не разумеет здесь и какого-то неведомого Бога, который никому не открыл себя, как утверждает Маркион, но прикровенным образом показывает невозможность полного о нем познания, потому что мы и Сына не знаем так, как должно знать. То же самое показывает и Павел, говоря, отчасти разумеем, отчасти пророчествуем, потом, возбудив в них проповеди свое расположение к себе и показав им неизреченную свою силу, призывает к себе, говоря, придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, я успокою вас. не тот или другой приходит, но придите все, находящиеся в заботах, скорбях и грехах, придите не для того, чтобы я подвергнул вас истязанию, но чтобы я разрешил грехи ваши, придите, не потому, что я нуждаюсь в славе от вас, но потому, что мне нужно ваше спасение, я, говорит, успокою вас. Он не сказал спасу только, но что еще гораздо важнее, поставлю вас в совершенной безопасности. Возьмите иго мою на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим. Не бойтесь, говорит он, услышав об иге, оно благо, ибо иго мое благо и бремя мое легкое. Не страшитесь, услышав о бремени, оно легкое. Как же он прежде сказал, узкие врата и тесен путь, когда будешь предаваться беспечности, когда будешь унывать. Если же исполнишь заповеданное, время будет легким, вот почему он ныне таким назвал его. И нам это можно исполнить, если будешь смирен, кроток, скромен. Смирение есть мать всякого любомудрия. Вот почему, как при первоначальном изложении своих божественных законов, началом со смирения, так и здесь тоже делает, и притом обещает великое воздаяние. Не другим только полезен будешь, говорит он, но прежде всех и себя успокоишь. Найдете, говорит, покой душам вашим. Прежде будущего воздаяния, он дарует тебе воздаяние еще здесь и награду предлагает, а тем самым, равно как и тем, что представляет пример себя самого, делает слово свое весьма удобо приемлемым. 418 Чего ты боишься, говорит он? Уже ли ты, возлюбив смирение, будешь умален? Взирай на меня и учись от меня всему тому, что я делаю, и тогда ясно узнаешь, какое великое благо смирения. Видишь ли, как всеми средствами он побуждает их к смиренно-мудре, то своими делами научитесь от меня, ибо я кроток, то обещаемой им пользуя, найдете покой душам вашим, то щедротами своими, и я упокою вас, то облегчением их иго, ибо иго мое благо, бремя мое легкое. Подобным образом и Павел убеждает, говоря, ибо легкое печальное ныне производит в преизбытке вечную славу. 2 Коринфянам 4.17 Но какое же это легкое бремя, скажешь ты, когда Господь говорит, что если кто не возненавидит отца или мать, и кто не берет креста своего и идет след меня, тот не достоин меня, и кто не опричется всего имения своего, не может быть моим учеником, и когда повелевает возненавидит душу самую, пусть научит тебя Павел. Кто разлучит нас от любви Христовой, говорит он, скорбь ли, теснота, ли, гонение, или голод, или ногота, или беда, или меч. И стих 18. И недостойная страсти нынешнего времени, то есть временные эти страдания ничего не значат сравнение с той славой, которая откроется в нас. Пусть научат тебя и те, которые по получению многочисленных рам возвращались из Синедриона иудейского, радуясь, что за имя Христова удостоились принять бесчестие. Если же ты еще боишься и содрогаешься, слыша об иге и бремени, то этот страх не от свойства самой вещи, но от твоей лености. Если ты будешь иметь желание и решительность, то все будет для тебя удобно и легко. Потому и Христос показывает, что и самим нам должно трудиться, не об одном приятном сказал умолся во прочем, и не об одном та же тяжком, но и то и другое поставил на вид. Именно сказав об иге, назвал его благим. Упомянув о бремени, присовкупил, что оно легкое, чтобы ты не бегал того, что кажется тяжким, и не пренебрегал то знаешь, что порог еще тягостнее. Это то самое давай разуметь. Господь не прямо сказал возьмите иго мое, но наперед придите ко мне все труждающиеся и обремененные, показывая тем, что и грех тяжек, и бремя его нелегко и неудобно симо. Не сказал только труждающиеся, но и обремененные. То же говорил и пророк описывая свойства греха, и во время тяжкое тяготело на мне. И Захарий изображает грех, называет его талантом олова 5-7 Захария. Тоже доказывает самый опыт. Ничто так не обременяет душу, ничто так не ослепляет мысль и не преклоняет долу, как сознание греха. Напротив, ничто так не воскрыляет и не возносит горе душу, как приобретение правды и добродетели. Смотри, может ли что быть труднее того, как не иметь ничего, или подставлять щеку, не бить бьющего и умереть насильственной смертью. Но если мы исполнены любомудрием, то все это и легко, и удобно, и радостно. Но чтобы рассеять ваши недоумения, рассмотрим и тщательно исследуем каждую из только что указанных трудностей. Возьмем если вам угодно первую, не иметь ничего для многих кажется тяжким. Но скажи мне, что более трудно и тягостно, об одном ли чреве заботиться, или обременяться бесчисленными заботами, одной ли одеждой одеваться и не искать ничего более, или обладая великим богатством, и день и ночь беспокоиться об его охране, бояться, трепетать, болезновать, и тщетно мучиться о том, чтобы моль не сколько бы я ни говорил, мое слово не изобразит того, что бывает на самом деле. Я поэтому желал бы, чтобы кто-нибудь из тех, которые достигли высоты любомудрия, предстал здесь пред нами, и тогда бы ты ясно уразумел, какое блаженство дает добродетель нестижания, и как ни один бы из тех, которые возлюбили нестижание, не восхотел богатеть, хотя бы представлялись к тому бесчисленные случаи. Небогатый скажет, и решаться ли когда-нибудь сделать все богатое, бедными, и отречься от собственных им забот. Что же в том? Это только признак их безумия и тяжкой болезни, а не доказательство того, что вещь сама по себе приятна. 420. А что это так, об этом нам могут засвидетельствовать сами богачи, которые ежедневно с плачем жалуются на свои заботы и жизнь свою считают не в жизнь. Не так напротив поступает возлюбившая нищету. Они утешаются, торжествуют и хвалятся бедностью больше, нежели те, которые увенчаны диадемою. Равным образом и подставить щеку, если ты рассудительен, легче, нежели ударить другого, потому что здесь начинается брань, а там оканчивается. Ударом ты в другом воспаляешь огонь, а терпением и свой пламень потушаешь. Но всякому известно, что лучше не быть полиму пламенем, нежели быть полиму. Если так бывает в рассуждении тела, то тем более души. И что легче, подвизаться или получать венец? Сражаться или достигать почести? Обуреваться волнами или войти в пристань? Вот почему даже и смерть бывает лучше жизни. Та избавляет тебя от бурь и опасностей, а это поставляет тебя среди них и подвергает бесчисленным наветам и нуждам, из-за которых ты почтешь и жизнь не в жизнью. Если же ты не веришь словам моим, послушай тех, которые видели лица мучеников во время их подвигов, как они, будучи бечуемы и строгаемы, радовались и веселились, радовались даже лежа на сковородах и веселились более, чем возлежавшие на ложах, убранных цветами. Вот почему и Павел, перед тем, как надлежало ему отойти отсюда и кончить жизнь насильственной смертью, говорил, радуясь и сорадуясь за всех вас. Так же и вы радуйтесь и сорадуйтесь со мною. Видишь ли, с каким преизбытком веселья призывает всю вселенную в общение своей радости. Вот каким великим благом почитал он отчет себя отсюда. Вот как вожделенно, любезно и благоутешно почитал он и самую страшную смерть. Впрочем, что и для добродетелей и сладостно и легко нужно в том увериться и из многих других дел. Наконец, если угодно, рассмотрим и тяжесть греха. Для этого представим лихаинцев, корчемников, бесстыдных торжников и заимодавцев. Может ли что быть обременительней такой торговли? Сколько печали, сколько забот, сколько оскорблений, сколько опасностей, сколько наветов и неприязней происходит всякий день от таких приобретений, сколько волнений и смятений, как никогда нельзя видеть море без волн, так и такую душу без попечения, без скорби, без страха, без смущения? За первыми следуют другие, их в свою очередь сменяют третьи и не успеют еще утихнуть последние, как взымаются новые. Хочешь ли знать души бронливых и гневливых? Что может быть хуже того мучения, тех язв, которые они носят внутри себя, той печи, которая всегда горит, и того пламени, которое никогда не угасает? Хочешь ли знать плоту угодников и привязанных к настоящей жизни? Что может быть тягостнее этого рабства? Ведут они жизнь каинному, находясь в непрестанном трепете и страхе, и по кончине кого-либо из своих сродников более своей кончине, нежели о них плачут? Та же, что беспокойнее безумнее гордых? Научитесь от меня, лоток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим. Не злобие есть мать всякого добра. Итак, не устрашайся и не убегай от иго, которая облегчает тебя от всех этих зол, но со всей готовностью покорись ему, и тогда ясно уразумеешь его сладость. Оно не отягчит твоей выи и возлагается на тебя для одного благоприличия, чтобы научить тебя шествовать правой стезею, поставить тебя на царском пути, избавить от стремнин там и здесь находящихся, и таким образом приучить тебя с легкостью совершить тесный путь. Итак, если эта иго доставляет нам столь великое благо, такую безопасность, такое веселье, то будем носить его от всей души, со всем тщанием, чтобы и здесь обрести покой душам своим, исподобиться будущих благ, благодати и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, которому слава и держава ныне и присно и во веки веков. Аминь.